Я рад приветствовать кто заглянул на канал Blender 2.81 И давайте рассмотрим именно анимацию вот этого паука Как тут работает система Паук движется так же как и муравей Знать бы еще как движется муравей Ну погнали Работают у нас с правой стороны Значит четвертая лапа И вот вторая лапа А с этой стороны зеркально работает у нас Вот эта вот лапа третья и первая Как все здесь происходит Движется все именно по квадрату По прямоугольнику Вот таким вот образом Вот так Реклама меня добьет И зеленым цветом нарисую Что вот где-то вот так все это дело происходит Эти лапы уходят сюда А эти лапы уходят сюда Вот по этой полосе А синие вот по этой Вот так вот Вот таким образом происходит движение паука И все это дело крутится вот таким вот образом Вот типа стрелку нарисую туда И стрелка сюда Вот так Корпус его тела Вот эта часть Теперь рассмотрим с тремя лапами Как это дело все происходит Так Синим Вот это у нас Красным у нас вот этих лап Представьте что нет И здесь вот синим Работает все теперь по другому Работает Треугольник Вот так вот Идет упор на одну Лапу И теперь другой цвет какой-нибудь поставим Ну пусть будет теперь красный Опять его виднее И теперь получается здесь идет вот такая штука И идет треугольник вот так Упор на вот эту лапу Здесь вот эта лапа работает Здесь работает вот эта лапа И получается что Две лапы передвигаются А середина лапы вот эти Они держат упор Вот движется вот эта И вот эта А эта лапа красная держит Здесь потом Когда она передвинулась в эту сторону Держит вот эта лапа А передвигаются Так Передвигаются вот эти лапы И получается третья Вот эта серединная лапа Она Именно на ней происходит движение А две лапы движутся Это вот для трех лап Треугольник А для четырех Это прямоугольник Движение Ну и давайте рассматривать Как это все происходит Так Рисунок нам больше пока этот не нужен Так Имеем вот такого вот паука Сразу Семерка на нампаде Тут нужно определиться Если вы будете делать анимацию И паук сразу должен идти К какому-то предмету А потом допустим на него залазить То делаете полностью анимацию Сразу с движением Это происходит Где-то вот в таком духе Вот вы Движите И переходите вот его Вперед-вперед с каждой позой Так Ctrl Z Ну давайте рассматривать Как это работает Именно если по центру поставить паука Семерку на нампаде Здесь выделяем все кости Почему? Потому что у меня нет нижней кости Которой привязана Кость, которая должна всю модель двигать У меня ее нет Она мне просто пока не нужна Теперь нажимаем на Move И движем вот это все дело Как-то по центру Задницу убираем И по центру вот этих лап Устанавливаем Теперь Select Box Снимаем выделение И вот по рисунку Теперь делаем Допустим поднимать будем Вот эту лапу Так Тройка на нампаде G Поднимаем вот эту лапу И G Тройка на нампаде Поднимаем вот эту лапу Так Вот две лапы здесь подняли Это получается первая И третья Здесь будем поднимать уже Первую И Так Будем поднимать вторую И четвертую Это вот так вот устанавливаем Поднимаем теперь Вторую И поднимаем Четвертую лапу Это вот будет у нас первый кадр Так Правильно Да И работает Сейчас я вам нарисую Как это все тут работает И будет работать у нас Вот таким образом Мы подняли Так Здесь мы подняли первую И четвертую Это получается красная полоса И теперь мы подняли третью И вторую Вот так Вот таким вот образом идет передвижение Потом Меняем цвета Будет работать вот эта вот Лапа И зеленая Вот это Вот таким вот образом Крест на крест Работает У нас получается Здесь две пары Лап И здесь Это допустим Два человека И получается Руки Ноги Ноги Вот здесь Руки Ноги Руки И вот Спаренный человек Получается ему нужно двигать И руки И ноги И получается по две штуки Ну короче где-то так Ну что погнали Теперь Посмотрим что произошло Вот мы подняли И вот такой внешний вид У модели Так напоминаю Первая Третья И вторая Четвертая Вот так все это выглядит Делаем теперь Первый кадр А И Лок-рот Положение и вращение Вот он прописался Так Много не буду поднимать Следующий кадр Нужно делать уже Пятый Это вот у нас Первый Десятый Колесико прокручиваете Чтобы быстрее двигался На пятый кадр Ставим И получается Теперь нам нужно Вот эти лапы Именно передвинуть Тройка на нампаде Снимаем выделение И вот Вот эти лапы Нужно теперь опустить Получается Так Куда они у нас должны уходить Уходить они должны Вперед Жмем Жмем Можно даже Не к этой А под нее Это смотря Это смотря какая походка Будет Можно вот так Заводить Ну пока К ней подведем И вот эта лапа Так Вот эта лапа Уходит К этой лапе Опять же Можно Увести Под нее Вот таким Вот таким Вот образом Ну допустим Смотрим Что теперь получилось Эти лапы Мы опустили Хорошо Если бы Вот эта лапа Вот так еще Смотрела Так что Сразу нужно Выставлять Как Что оно будет Чтобы более Менее Красиво было И вот Теперь на пятом Кадре Вот когда Мы лапы Опустили Нам нужно Передвинуть Вот эту Вот Центральную Кость Вперед И немножко Припустить Вот так И жмем А И Положение И вращение Смотрим Что получилось Раз И вот Становится Пока будем Делать Вот так Несколько Кадров Так Теперь Вот это все Выделяем И опять же На центр Тройка На нампаде Раз мы Вперед Ее передвинули В G Возвращаем Ее вот так Вот на центр Чтобы модель Ходила В центре А не шла Вперед И вот Теперь Что нужно Делать Снимаем Выделение Десятый кадр Нажимаем На кости Вы видите Что здесь Кости Костя Вот первая Десятый кадр Какой-то Сделан И теперь Нам нужно На пятнадцатом Кадре Все это Дело Опустить И продвинуть Модель Опять вперед Теперь Вот это Первая лапа Это слева Уходит Вперед Это G Вот Пониже Опускаем И пусть она Вытянутая Будет Потому что Потом к ней Будет все Подходить И она должна Как бы Вытягивать Модель Так Теперь Вторая лапа Уходит К этой лапе Реклама Это убьет Вот Смотрим Со всех сторон Чтобы Именно Ниже Полосы Не опускалась Вот этой Вот тройка Вот тут Это идет Полоса Чтобы все До нее Доходило Так Теперь Что мы Здесь имеем Здесь мы Опускаем Вот эту Лапу Подводим К этой Лапе А эту Лапу Подводим К этой Лапе Тройка На нампаде Смотрим Чтобы Вот так Это опустилось Это тоже Должна Опуститься И чтобы Все у нас Было На одной Полосе Так Ну и вот Эту лапу Тройка На нампаде Вот сюда Опускаем Вот что-то В таком Духе И теперь На пятнадцатом Кадре Тройка На нампаде Берем Центральную Вот эту Косточку И G Вытягиваем Только теперь При поднимании Вот так Далеко Не надо Где-то Вот таким Вот образом Вы видите Что Как ведут Все лапы Здесь Две Лапы Вместе А здесь Четыре По две Врось Вот такая Штука Ну можно Их делать Конечно В зависимости От походки И как-то Под Лапы Засовывать Ну вот Такая вот Штука Ну и Жмем Теперь А И Положение Вращения Так Ну смотрим Так Я сейчас Поставлю Сетку Приближу Чуть-чуть Поближе И вот таким Вот боком Чтоб видно Было И вот У нас Паук Идет Теперь Ставим Пятнадцатый Кадр Enter И смотрим Как он Зациклен Ну вот Так Немножко Дергается Но это Поправимо У нас Всего лишь Здесь Два кадра И здесь Два кадра Чтобы модель Мягче шла Нужно Больше Делать Движение Допустим Вот У нас Есть Десятый Кадр И Есть у Нас Двенадцатый Кадр Вот этот Так Вот на Двенадцатом Кадре Мы можем Еще Изменить Допустим Добавить Кадры Вот это Плавного Перехода Допустим Ну как Вот G И чуть Чуть Еще Вот так Вбок Вводим И И вот Эту Вбок Вводим И С Этой Стороны Тоже Вот Эту Косточку Берем G Подводим Ближе К этой Лапе А Вот Эту Лапу Немножко Выпрямляем Вот Так Вот Делаем А И Положение И Вращение И вот Добавив Теперь Кадров У нас Вы Видите Что Она Больше Более Мягко Теперь Пошла Вот Так Если Мы Еще Добавим Какой Ни Промежуточный Кадр Вот Здесь Так Это Будет Четырнадцатый То Можно Изменить Вот G Ставим Вот Так Не Докасаясь Земли А Этот Эту Лапу Чуть Можно Сюда Подвинуть Также Подменять Вот Эту Движение Лапы Чуть Подсогнуть Ну И Поменять Вот Эти Лапы Эту Немножко Можно Как-то Увести Сюда Эту Лапу Немножко Можно Поближе И Приподнять Вот Так Вот Вот Эту Лапу Тоже Немножко Подсогнуть И Приподнять Потом Можно Ее Будет Опустить Так Не Эту Лапу Вот Эту Чертую Вот Так И Где-то Можно Ее Еще Подкрутить Допустим R Где-то Вот Так Ее Подправить Эту Лапу Можно Еще Здесь Подтянуть И Вот Теперь Прописать Четвертую Можем Джи Вот Эту Сюда Вытянуть А Эту Можем Четвертую Допустим Подтянуть Под Лапу Эту Теперь Лапу Немножко Подтянуть Вот Так Вот Эту Лапу Немножко Увести Вот Под Эту Лапу А Эту Лапу Уже Сделать Вот Так Вот Где-то И Вот Уже Перекрести Вот Это И Вот Эти Вот Все Переломы Будут Смотреться Более Лучше Вот Эту Лапу Немножко Тоже Подсогнуть А Эту Лапу Можно Немножко Увести И Жмем А И Положение Вращения Вот Мы Переписали Этот Кадр И Смотрим Теперь Что Получается Включаем Play Вот Уже Более Плавно Он Идет Теперь Можно На Первые Кадры Также Добавить И Доработать Вот Добавить Еще На Каком Нибудь Кадре Ну Вот На На 12 Можно Если Вот Идет Лапы Вместе То Опускается Модель А Если Идут Лапы Врозь То Модель Должна Немножко Приподниматься И И И Нам Здесь Поможет Вот Эта Центральная Косточка И Можно Нажать R Ну Где-то Вот Так Выкрутить И Жмем А И Положение Вращения Время 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 паука как он идет с тремя лапами еще проще вот вы видите что одна лапа не работает а две работают здесь работает также на одну упор идет а две передвигаются и все идет задние идет к центральной лапе а передняя идет вперед и она же потом толкает вот такая штука все всем пока до свидания